Праздники прошли Праздники и мероприятия пошли на достаточно высоком революционном уровне, за что всем участникам и нашего оргкомитета и всем тем людям, которые были привлечены к организации, участию, сопровождению, обеспечению этих мероприятий, честно, большое спасибо, просил бы передать искренние слова благодарности. Но так уж у нас принято, в каждом деле надо поискать обязательно те моменты, которые нам либо не удалось до конца сделать, либо они просто не получились, а в какие-то моменты просто произошел определенный сбой. К сожалению, такие моменты у нас и ошибки, и недочеты были, и поэтому я сегодня в процессе нашей встречи просил бы докладчиков остановиться именно на больше нелишенных вопросах. Нас немножко обескуражила, например, мы это будем иметь в виду, техническая задержка на презентации кинофильмов с участием Светланы Дружининой и ее мужа, режиссера Мукасея, поскольку надо было в свои руки взять, конечно, технические моменты перезаписи. Недостатки или недоработки, то, наверное, многое было, как бы сказать, вот так вот в последний момент, потому что на что-то не хватило времени. Вот я еще раз скажу, на те акции, которые, в общем-то, ну, получились, но не получили продолжения развития. Реклама была в последний момент подготовлена. Вот нашей пресс-службой был промониторинг у нас вопрос отзывов по соцсетям наших жителей, как жители оценили проведение всех праздников. И вот на вопрос, понравился ли вам день города и день Тульской области, в открытом голосовании, значит, проголосовало, правда, немного, больше 200 человек, ну, инертность у нас тоже определенная есть. Но, тем не менее, 47% ответили, что да, праздник получился ярким и насыщенными событиями. То есть, практически половина, каждой второму, вот, из числа принявших участие в форуме, в опросе, значит, праздник понравился. Ну, много ли это или мало, тут, знаете, как посмотреть, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Вот.